И от команды Бионщика, которая уже 10 матчей к ряду не может победить. Пожалуй, познакомимся с составами играющих сегодня команд. Начнем мы с хозяев. Футбольный клуб «Минск» в воротах Александр Гутер по 30-м номерам. Далее полевой футболист по номерам Эдуард Жемнеров 5-й. Евгений Зимко номер 6, Арсений Мигдаленок 8-й. Владислав Васильев 14-й, номер 17-й. Поэтому вроде бы не разваливается Мозер. Атака пока неплохая может выйти. Славей. Бьет Славей. Но грамотно занимает позицию Гутер. И больших проблем так визуально этот удар ему не доставил. Так вот, не разваливается Славя. Да, нет каких-то прям тотальных разгромов. Но вот постоянно чего-то не хватает команды с Бонечкой. И вопрос, чего? Конечно, в Мозере болельщики хотят более искрометной игры и победу. Удар по воротам. Соловей наносит. Играл. 11 баллистов Славей. И перечень штрафную площадь. Соловей. Снова на острие атаки Соловей. Чтобы завоевать эти самые бронзовые награды. И повторить результат предыдущего сезона. Нету офсайда. Здесь опаснейший выход. И можно уже и забивать. И спасает Козлов. Ну вот первый самый, что ли на есть голевой момент. Причем, ну, Джиме Мустафа. Надеюсь, он покажет сейчас повтор. Как будто бы не идеально уж точно сыграл. Никто его особо не прессинговал. Было время оценить ситуацию полностью. Команда создает при этом прессинг. И сейчас Минск закладывается снова на момент. И здесь мяч зависает. Какой коварный вот этот ветер, который мешает. Сейчас Козлова. Удар по воротам. И на месте снова Алексей Козлов. Вот второй этаж легко забирает Батищев. Не было ли фола. Да даже если и был. Атака опасная. Соловей бить можно. Соловей. И это 0-1. Андрей Соловей вколачивает. Иначе я не скажу мяч в ворот. А очень плотный классный удар. И Соловья повела. Желтая карточка Соловья. Затем несколько полумоментов. И вот пожалуйста в этом противостоянии. Которое мы все-таки решили отыскать и нашли. Соловья и Джиме. Мазырянин выходит вперед. Ну и выводит самое главное свою команду вперед. В этом поединке. Возможно и пробить. Михаленко удар. Неплохой. И сейв Алексея Козлова. А не шел ли мяч мимо ворот? А важно ли сейчас это? Безусловно нет. Согласен. Что может быть мяч шел и мимо. С нашей полиции так тяжеловато на 100%. Предлагает там на розыгрыш углов. Ну а снова подача на ближнюю штангу. И мяч в воротах. Ничего себе. Вы видели это? Это сухой лист или кто-то все-таки подставил там любую часть тела, которую можно легитимно забить? Потому что мне вот сейчас показалось, как будто бы это сухой лист. Мне тоже. Но наверное Никита надо ждать повтор. Дабы убедиться. Поздравляем. В любом случае Минск с забитым мячом. Очень нетипичным забитым мячом. Счет 1-1. Ну и правильно получается. Но пока его не следует. Шамрук подача на Соловья идет мяч. Соловей даже пробить смог. И зарабатывает Соловья второй своей главой. Лисакович, знаешь, так полетел руками вверх, что у меня немножко сердце екнуло. Сразу почему-то вспомнился Луис Суарес. Но вот интересно, что в такой ситуации лучше, да? Оказалось, может быть, и сам Батич мог поточнее сыграть Джиме. Джиме надо забивать. И это снова сейф Алексея Козлова. Ну и если в прошлом моменте мы бы сказали, что Джиме сыграл неидеально, то здесь просто Козлов умница. И удар хороший, плотный получился. Испавиться ей может быть не самые удобные. Ну, сделал несколько шагов вперед галки, просократил тем самым угол обстрела. Ну и реакцию продемонстрировал очень хорошую. Что, здесь можно разбежаться. Здесь уже и пробить-то можно. Васильев! Ох, как это было опасно! Классный выстрел левой ногой 14-го номера. Ну, часто комментаторы хотят вот порассуждать, да, в этом сослагательном наклонении. А что было бы, Соловей хитрее действует, обыгрывает Соловей. Бывает и штанга добивания, вынос мяча! Вот это да! Как он не забил! У меня слов нету. И не спорят, ведь мазыряне, я так понимаю, раз они не спорят, значит, понимают, что мяч там все же скорее линию не пересек. Нам, конечно, отсюда сложно было рассмотреть. Девятая минута. Подача. Кутар! Что там? Фолл в атаке. Да, совершенно верно. Да, там фолл в атаке. Достава, по-моему, Жемни. Там во втором тайме, который привел к, пожалуй, самому опасному эпизоду. Все. Прозвучал свисток и завершена игра. Безвыигрышная серия Соловей продолжается. Команды, пожалуй, добавились. Продолжение следует.